Больницу в Дровяной саму неплохо бы подлечить. Капитальный ремонт здесь сделали в 1980 году. Здание 1939 года постройки. Столько не живут. Вы с каким диагнозом лежите? Инсульт. Инсульт? Здесь какие вам оказывают услуги? Уколы? Все, накапливки. Капельницы, да? В целях оптимизации, как водится, сократили врачей. Теперь, чтобы попасть на прием к терапевту, надо ехать в соседний поселок. У нас сейчас и так мы ездим отсюда, в Горный. А там надо пропускать, без пропусков никак. К терапевту туда ездим. Тут у нас уже нет терапевта. Здесь берешь направление и едешь туда. Оттуда сюда. Один из фельдшеров уволился, когда нагрузка стала запредельной. Кроме 4000 пациентов, больница отвечает еще за участок федеральной трассы. Это значит, обязана оказывать первую помощь при ДТП. Чтобы жизни без того нелегкая не казалась медом, у медиков в Дровяной убрали 25-процентную надбавку к зарплате, так называемые сельские. Сославшись на то, что Дровяная – это поселок городского типа. Теперь врачи и медсестры экономят на еде. 5-6 тысяч у нас получается, мы теряем в зарплате. И в итоге сколько получают? В итоге 12 тысяч получают, 10-12 тысяч заработать на зарплату. У меня такая квартплата, потому что за должность квартплаты я плачу, например, 6 тысяч у меня за квартплату. 5 тысяч – это очень, конечно, вы были хорошие такие, это очень чувствительно. Ну, теперь уже в магазине берем теперь самое необходимое. Ассортимент все есть, а берем только необходимое. Что берете? Ну, молоко, масло. Так, из риска там, мясо и все такое. Главное, что услышали медики в Дровяной от Натальи Ждановой, оптимизация в медицине Забайкалия закончилась. Больницу не закроют. Вы не беспокойтесь, закрывать не будем, не беспокойтесь. Встреча с местными жителями на разрезе Восточный. Директор Татауровской школы Татьяна Калашникова интересуется, как прокормить неблагополучных детей в столовой на 13 рублей в день. С учетом того, что многие ходят в школу, чтобы поесть, руководитель региона советует рассчитывать на свои силы, искать выход. Ну, давайте будем как-то здесь уже на местах выкручиваться, смотреть. Исходя вот из тех условий, которые здесь на местах, здесь все равно, я думаю, вот, не в городских условиях все равно, наверное, чуть побольше есть возможностей, чем в городских школах прокормить ребятишек на эти деньги. Надо просто, ну, как-то использовать эти возможности. Стоит отметить, что в школах уже и так выкручиваются, садят капусту и картошку. Следующий пункт назначения – Хадактинская школа. Учебные заведения известны тем, что в прошлом году здесь рухнула несущая стена. Благо, что не на школьников. Если бы рухнула на детей, уже бы со скандалом на всю страну построили бы новую. Делегация в Рио губернатора инспектировала школу примерно минут пять, но директор осталась довольна. Как сейчас нам пообщала исполняющая губернатор, на 2016 точно ничего не планирует. Только на ближайшее время не выдержим. Потому что у нас уже и так в прошлом году была аварийная ситуация в создании. Был объявлен объектовый режим ЧС. На кровлю администрация района обещала миллион двести. Но этого мало. Шиферные кровли в школе настолько древние, что потолки текут везде. На кого в следующий раз упадет потолок, пока неизвестно. Но прогноз сделать можно. Всего здесь учатся около двухсот детей. Капитальный ремонт назрел давно. Теплые туалеты не доделаны, нет емкостей. А в очень холодной столовой вместо стекол пленка. Денег нет. Далее переезд в улеты и такой же скоростной набег делегации губернатора на районную больницу. В здании 30-х годов стены не падали. Здесь падал потолок. Совершенно случайно не на стоматолога. В этом случае деньги на новое здание тоже бы нашлись. Прикрыли картоночкой, чтобы обезопасить докторов от возможного повторного падения. Могло и на доктора упасть. Естественно, если у этого произошло время приема, конечно, такие вещи нежелательны в лечебном учреждении. Пока проводка свисает фигурной паутиной, но зато есть плазменная панель. Так сказать, инновации. Проектную документацию на новое здание больницы делали дважды. Один раз 2 миллиона рублей ушли в песок. Проект устарел. И сейчас новый проект лежит готовый. Краю не до того выплатить бы зарплаты бюджетникам. Главная задача временно исполняющего обязанности губернатора Натальи Ждановой, путешествующей с вояжами, сейчас не давать много обещаний. И мы не забудем, и люди вспомнят. Ирина Трофимова, Анна Кулигина, ЗАПТВ.